Всем привет дорогие друзья! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено покупкам из зоомагазина. И начнем. Первая моя покупка была, это конечно же, корм Лори Витт. Я не считаю его плохим, как я уже говорила это много раз. Вот он. Сливы, морковь и свекла. Значит вот, я не знаю, мне кажется этот состав даже очень хороший для такого корма. Вот. Вот. Значит здесь 650 грамм. Вот. Здесь, видите, здесь еще есть такие вот сзади нарисованы вот, то есть эти палочки разные, грануляты от этой фирмы. Палочки разные. Здесь тоже разные палочки. То есть можно покупать. Основной рацион. Вот. Кролевки есть. Есть еще и шиншинка пока. Дальше это конечно же сено. Без него никак. Это красный клевер. Вот. Тут 150 грамм. Плюс минус 10 грамм. Вот. Тоже экологически чистый красный клевер. То есть он просто клевер засушенный и все. Красный. Две пачки взяла. Дальше, вы не поверите, но у Буси у моей аллергия. Вот. Значит, у нее, где шерсть идет на спинке, у нее там маленькое вот такое вот красное пятнышко маленькое. Вот такое вот где-то. Маленькое-маленькое, как прыщичек. Вот. И вокруг просто вот столько вот перхоти. Вот. На спинке. И где хвостик тоже там шерсти нету, тоже перхоть. Это я ходила к ветеринару. Бусю не водила. Ходила вот этот зоомагазин, который я вам показывала. где стригут, в общем, моют, стригут когтики, груминг делают животных, собак именно. Вот. Я туда ходила. Эта тетя, она очень добрая, хорошая. Она ветеринарно. Мне посоветовала для Буси вот такой вот крем у Ниссан. Вот. 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 В общем, хороший крем, хочу сказать. Вот. Здесь тоже. Наносить он вообще без запаха. Это очень хорошо. Вот. Он белый. Стоит даже дешево. 20 гривен всего лишь. Вот. Значит, видите. Застосоваты при стафилокозе, кандидозе шкиры, пиодермии, дерматомика козах, с собой рей, зовнішньому опыте, гнийных ранах, абсцессах и опиках. Ну, этот тоже, корм хотела сказать. Ну, этот крем, гель, в общем, он такой тоже. Мне сказали, что это именно для кроликов. Вот. Да. Вот. Для вот таких вот разных болезней мазать. Вот. Ну, и при аллергии. Вот. Мазь тут 15 грамм. Вот. Значит, смотрите. Здесь есть внутри инструкции. Сейчас я покажу, как он сам выглядит. Значит, смотрите. Я, например, наношу это все ватной палочкой, чтобы руками не лезть. Я наношу ватной палочкой. В общем, смотрите. Вот такой вот крем. Его надо держать в холодильнике. Вот. Надо держать в холодильнике. Вот. Хранить. Сейчас посмотрю. Написано здесь где-то было в инструкции. Я мажу ватными палочками, чтобы руками не лезть. Беру ватную палочку, надавливаю и просто промазываю. Именно на коже. Не на шерсти, а на коже. Вот. Смотрите, значит, инструкция. Наносите тонким шаром на ураженную делянку. Один-два раза на добу до полного одужения. Тривальность засувания, вызначая выдум патологичного процесса. Вот. То есть это означает, когда закончится, тогда и все. То есть нет дозы, поскольку наносите неделю или меньше. Значит, смотрите. У будь-якому випадку необхідно застосований майже не меньше 2-3 днів після зникнення кинічних ознак. Вот. Вот такая вот инструкция. Вот. 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 Ведущий склад. Один грамм препарату містить діючі речовини. хлоргекстину биглюконат 10 мг цинку оксидки 10 мг допоміжні речовини деметилсульфоксид вода дистильована значит в общем состав хороший в общем вот так вот вот зберігання суха пене місце за температурой від 0 градусів до 25 термограду ще 2 роки значит це хранить його в холодильниці вот ну думаю, що вам понравились мои покупочки сьогодні ми, можливо, підемо в Пурсити якщо да, то я поснімаю якщо не, то поснімаю якби сани будем гулять ітак, дорогі друзі во-первых, ми Пурсити не ходили, ми решили прийти в следующий раз ми с Аней гуляли вчера але я вам нічого не поснімала тому, що подумала що, якби, що там снимати ми в магазин нікуди не ходили просто гуляли по парку там на карусель ходили і все поэтому сейчас я вам покажу як плести вот такой вот браслетик многие, конечно, знают вот, ну, если кто не знает думаю, этот урок буде для вас полезным если так то оставайтесь со мной если же нет то вы можете промотать кто умеет это делать і кто знает, как это делать ітак, начнем во-первых, вам понадобятся белые резинки это за основу белые резинки вот за основу вот здесь, вот видите можете брать любые другие резинки но я беру белые классические оно так красивее смотрится вот для моей руки вот, на мою руку белых резинок понадобилось 22 штучки так, дальше белые резинки дальше здесь на каждой мы будем одевать по три штучки разных, разноцветных резинок значит понадобится три штучки три штучки в общем, по три штуки разных цветов вот разных-разных например, малинового еще вот там, оранжевого сиреневого вот в общем, разных других цветов голубого вот и так далее ну что ж я начну чтобы вам было удобно вот этот вот ряд один ряд снимите можно не снимать конечно но я думаю что лучше снять потому что вам будет тогда легче работать вот здесь вот рука не будет упираться когда вот так вот будете плести я снимаю один ряд так он снимается вот аккуратненько берете придерживаете и аккуратно снимаете все, сняла вот и положила в сторону все мы работаем только с двумя столбиками берем белую резинку одну белую резинку и одеваем ее восьмеркой восьмеркой вот так вот вот восьмерочкой дальше теперь берем резинку три резинки любых цветов я например возьму оранжевый и одеваю сюда вот просто на один столбик вот так вот раз и все опять же берем резинку белого цвета одеваем без накручивания просто сверху вот так вот теперь снимаем резинку которая закручена у нас внизу восьмеркой снимаем ее сняли дальше одеваем еще резинку какого-нибудь цвета я например возьму резинку желтого цвета вот резинки три резиночки берем одеваем все на один столбик на один одеваем еще белую резинку сверху одели вот теперь снимаем нижнюю резинку всегда будем снимать нижнюю раз и здесь внутри снимаем два а вы теперь будьте внимательны сейчас теперь у нас идет поочередность мы снимаем 3 нижних оранжевых резинки нижних вот этих вот нижних вот этих берем и снимаем вот придерживаем я например так вот делаю пальцами придерживаю захватываю все резинки оранжевые нижние придерживаю желтые и снимаем вовнутрь вот давайте так придерживаем и снимать и снимаем вовнутрь все сняла желтый остается здесь первая подчередность у нас получилось одеваем еще резинку любых цветов я например возьму вот такой вот малиновый цвет малиновый цвет вот одеваю и сверху уже одеваю белую резинку без накручивания просто дело вот теперь беру всегда берем нижние теперь я беру нижние резинки и снимаю 1 и здесь нижнюю двигаем 2 теперь снимаем нижние желтые 3 резинки так захватываем их придерживаем малиновые и снимаем желтые вовнутрь вот так вот все малиновые резинки остаются здесь так двигаемся дальше надеваем еще резинки например я возьму красные вот прекрасные резиночки взяла одеваю на один столбик и беру сверху же белую одеваем теперь беру крючок и снимаю резинки которые у нас нижние со столбиков вот так вот теперь у нас опять же повторяется поочередность снимаем нижние резинки нижние фе нижние малиновые вот три резинки захватила придерживаю красные и снимаем внутри малиновые вот так вот все красные остаются здесь и вот у нас получается уже поочередность вот видите получается уже у нас получается продолжаем берем резинки любого цвета я например возьму сиреневые вот три резинки сиреневого цвета взяла одеваю на столбик одеваю на столбик одеваю на столбик и одеваю сверху же белую резинку вот так вот теперь беру крючочек и снимаю нижние вот эти вот резинки нижние раз серединку и 2 теперь у нас опять же повторяется поочередность снимаем красные резинки захватываем нижние красные резинки все вот и захватила придерживаю сиреневые и снимаю красные через столбик вот так вот и вовнутрь просто и скидываю все сиреневые поправляем вот у нас также получается уже поочередность вот так вот у нас уже выходит очень легкий браслет может кто умеет плести кто нет если кто умеет можете не смотреть можете перемотать вот ну а кто умеет то но не умеет он думаю этот урок будет для вас полезным вот давайте еще несколько раз сами сделаю и потом продолжите сами так берем опять же три любых резинки я например возьму синенькие вот синенькие взяла вот они и одеваю здесь вот на один столбик одела теперь беру белую резинку и одеваю просто сверху берем нижнюю резинку и снимаем со столбиков с одного столбика и со второго вот так вот теперь опять же это поочередность берем придерживаем голубые резинки берем сиреневые сиреневые берем вот так вот синие придерживаем пальцами и сиреневые просто через столбик и снимаем вовнутрь все сняли и синие резинки оставляем давайте с вами сделаю еще последний раз так берем опять же резинку любого цвета я например вот возьму вот такую вот такие вот сейчас скажу вам бледно-розовые вот такие вот резинки и одену их на столбик опять же беру белую резинку и одеваю сверху теперь снимаем нижние резинки со столбиков вот так вот и по нашу поочередность то есть придерживаем резинки розового цвета берем крючком голубые и голубые снимаем вообще со столбиком все сняли эти резинки направляю вниз и вот у нас уже получается вот такой вот красивый браслетик теперь я последний раз вам покажу только без озвучки уже опять же Продолжение следует... 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 Продолжение следует...